давайте сегодня нарисуем две весенние птички приступаем сначала берем что-то такое маленькое среднее охры я буду рисовать рисунок для начала тут будут такие веточки вот такая самая большая будет так вот эти и вот допустим что-то вот так вот сходить ее жидко краску разводим и птички 1 будут будет вот тут вот овальчик просто вот такой вот это тельце птички такой только потолще как тот животик такой сделать тельца одна птичка и 2 допустим вот так будет смотреть может быть ниже сюда спуститься 2 вот сюда головки их это овальчики только немного такие сплющенные вот так вот и потом просто мы вот так вот соединяем тут ножки будут ножки ножки хвостик тут крылышко тоже такие овальчиком до хвостик таким треугольничком вытянутым туда а тут получается птичка это смотрит вот так вот у них это птичка будет сюда смотреть как-то а это вот так допустим клювик клювик где-то посерединке вот этого вот овальчика да так а у этой птички получается здесь будет крылышко сюда к это толстенько конечно птичка получилась так и сюда хвостик вот так и тут я хочу много цветов розовых красивых весенних какую-нибудь там вишню сакуру и когда есть рисунок у нас уже можно взять какую-нибудь большую кисточку и напишем фон и главные какие-то объекты заполним фон значит под птичками будет такой светло-голубой цирулиум голубой плюс белила он такой света должен быть еще больше белил и мне хочется немножечко телесный добавить или вы добавьте капельку может быть желтенькая но совсем капельку разбавленном виде такой вот цвет нежный до какой-то такой вот пастельных тонов и заполняем вертикальными движениями обходя птичек наши серединке вот тут вот берем ультрамарин чуть-чуть светло-голубые может быть даже капельку фиолетового или розового сюда карминовый вот у меня но с белилами еще больше ультрамарина такой какой-нибудь синий фиолетовый но с белилами да должен получиться больше голубинки синего что-то вот хочется более синего ультрамарин в общем и капелька совсем чего-то розового либо фиолетового и белила в общем фон такой где-то голубой где-то синие какие-то чуть-чуть фиолетовинки розовинки но все с белилами и вертикальными движениями деревца наша умбра жены у меня это коричневый цвет можно даже с индийкой либо с черным чем-то темненьким до сначала синевой может какой-то темно-коричневый такой цвет должен получиться пишем нашим нашу веточку главную вот эту на которой сидят птички она такая наискос так какая-то важна ткани ровная даже где-то на тут тут где-то больше вот допустим вот так вот она идет до растет тут больше значит потолще тут потоньше так и давайте добавим так что вот эта птичка будет судить так просто будет веточка и далее охра либо желтый берите с коричневым с фумброй чуть-чуть красноты и оранжевости даже телесную все туда такой живописный оттеночек получается больше желтенького все-таки вот такой вот там все желтая ухара и наверху наши веточки подсветить еще больше шутник так москова как-то даже да и делают еще тут несколько веточек забыла я добавить вот сюда допустим тоже вот этим темно темно-коричневым какой-то сюда где-то так тут осталось место тут будут принципе цветочки наши далее напишем цветочки карминовые то есть немного берем плюс капельку фиолетовинки и сначала темные участки до наших цветочков это вот здесь тоже так москова знаете это у меня номер кстати десятка кисточки то есть она вот посмотрите по размеру такая как-то так вот москова мне хочется это все добавить вот тут скопление таких цветочков будет не вырисовывая знаете вот миниатюрки эти особо что тут вырисовывать такой формат маленькие скопления скопления тем более цветочки у нас не на главном фоне птички у нас на главном такая погода знаете за окном серая дождь идет голые деревья и конечно такая контрастная картина яркая цветочной и вот сюда да чуть-чуть тоже и сюда можно чуть-чуть так обрамить наших птичек так далее больше белил телесный желтенькой и карминовый без фиолетового но если что-то там подмешалось кисточки ничего страшного такой лососевый цвет нежно-розовый пудровый такой да так высветляем наши цветочки вот такими овальчиками какими-то я пишу захожу где-то один на один до разводите в разбавителе масло свое либо в с водичкой кипишки акрилом куаши для такой консистенции чтобы вам было удобно писать рисовать где-то можно таких-то лепесточков добавить прописать свой цветочек в основном такие скопления какие-то тут побольше тут побольше тут буквально несколько наших птичек а потом продолжим с цветочками желтый такой даже у меня видите на кисточке уже что-то розовое оранжевое есть то есть добавьте может быть охры спасибо спасибо такой желтый плюс охра допустим либо желтый плюс капелька оранжевого либо может быть у вас есть желтый темный то есть видите он такой немножечко подзолотный под золотой даже значит пузико желтенькое у птички так и о второй все еще большой кисточкой вы можете взять поменьше если вам удобно овальчик да помните вот тут вот овальчик ой молодец какая даже можно слышать наверно как дождь идет и вытираем кисточку либо вы вымываете и белила добавляем к этому желтому белый да и имитируем перышки сверху вниз вот так вот вниз высветляем серединку вот так имитируя перышки да щетина как раз хорошо дает имитацию от этих вот как растут перышки у них по движению вот этого круга до овальчика далее можно взять поменьше кисточку что-то что-то поменьше вот такой вот я возьму ультрамарин немного подмешиваю вот в этот вот цвет чтобы все совсем сочеталось да какой-то у тут лавандово фиолетовый такой был цвет фона и крылышко обхожу таким как овальчиком да таким вот вот тут пошире от головы это вальчик такой сразу хвостик где-то вот тут внизу под крылышком заострен и наш треугольничек только такой вытянут и голова может быть даже с голубым что-то более светленького цвета головам верхушка помните это овальчик тоже такой но плоский голова вводим тут будет беленькая щечка и вот такой хохолочек и вводим саму голову так вот и сразу добавляем подсвечиваем чем-то голубеньким с перилом этой же кисточкой там еще ультрамарин остался у нас подсвечиваем верху голова так и крылышко также по направлению роста перышек наш так и у этой птички тоже самое надо было делать я забыла что еще одна птичка крылышко какая-то это такая толстая птичка получилась хвостик туда он заходит да не видим за за веточку хвостик и с вот этим голубеньким голова вверх головы низ головы и подсвечиваем и сейчас белила чуть-чуть с голубинкой этой но основата белила и щечку вот эту добавить светленькую она такая протянутая вот сюда эти так вот заходит наша голова да она такая шеи нету вот так вот сразу все сливается едино заодно этим же цветом где-то можно и подсветить пузико серединке по форме то же самое у этой птички щечка вальчиком до клювика то тут половинка вот это головы она светленькая этим же цветом чуть-чуть подсветить так сделали фон закрыть фоном белые какие-то участки вот масле хорошо ничего не высыхает нужно вернуться к этому же цвету палитре закроем все фоном отлично может даже какой-то знаете бережи савинки добавить с белилами такие какие-то нежные пастельные оттенки хочется и сложные но в то же время нежные яркие такие романтические на это романтик птички у нас будут выделяться на нашем фоне то есть больше берил добавьте в колубой какой-то ваш цвет еще высветлите ваш фон то есть птички должны по тону быть темнее чем наш фон хотя бы вот тут все едики беру это нулевочка синтетика тоненькая и я разбавляю индика либо черный берите напишем клювик вот тут где схождение синего и белого у этой птички он такой прям вообще тоненький и длинненький с разбавителем либо с водичкой да намешать и тут тут пошире тут пошире тут по уши и тут какая-то такая тоже перышки темные и глазик кружочком тоже на схождении от этого синего и белого цвета облокотите руку свою чтобы написать тоненькие детальки тут тоже самое на схождении этого синего и белого клювик как морковочка тут какая-то затемненность и кружочек глазик далее лапки убрать плюс индейка можно и черный давайте напишем тоже длинные у нее довольно таки лапки смотрю на фото так так в разные стороны такие до длинные тоненькие и и пальчики сколько тут их три раз два три и тут тоже самое оп оп раз два три так какие-то они худенькие у меня теперь получились давайте добавим больше вот желтинки и более такое животик вот потолще их сделать хотя уже этот какой-то слишком толстый получился голубым цветом если что можно подправить охра плюс голубой ага плюс белила вот тут вот подтемнительно может быть даже коричневинки какой-то добавить вот тут тень какие-то этаж вот 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 Белила плюс желтые, немного подсветить еще серединку пузиков по форме. Индика плюс ультрамарин смешиваем и добавляем теневые участки на хвостик, на крылышки где-то справа, слева, имитируя перышки. По форме крылышка вот где-то на голову птички справа и в левой птичке тоже самое на крылышке, вальчиком таким, на хвостик и на голову где-то вот слева по форме головки. Голубой плюс белила, подсветляем. И тоненькая кисточка. Не белая, а голубой с белилами, тоненькая кисточка. Что такое? Большая кисточка вот эта. Белила плюс вот этот вот замес наш был пудрово-розовый. Еще больше высветляем, да? Такие вот округленькие. Где-то можно прописать лепесточки. Но я просто хочу вот так вот. Москова очень это все сделать. Так зрители будет понятно, что это цветочки. Тут можно прописать несколько лепесточков. еще больше лепесточков. Еще больше лепесточков. Такие какие-то вот знаете. Раз, два, три. Раз, два, три. Сюда можно зайти на птичку. На дерево можно зайти. Так. И серединку наоборот, чтобы что-то такое потемнее надо добавить. А карминовый чуть-чуть с вот этим вот замесом светлым. Ну что же вот с этим вот коричневым чем-то. В серединку наших цветочков. Еще другую точечку возьму поменьше. Еще прямо в чистом виде практически белело. Стелесно может какой-то. Сейчас самые светлые хочу сделать участки. Вымыть кисточку только, а то она у меня в голубом цвете. А то мне всякая птичка не нравится. Она что-то съедет. Какая-то она очень толстенькая. Оранжевый плюш. Больше желтого. Чуть-чуть оранжевого, да. В серединку подсветить. И белило потом. Еще в серединку. Буквально пару мазочков. Может быть даже вот этот бело-розовый куда-то добавить как рефлекс. Сюда в тень обычно добавляется рефлексы. Прям такая наетая птичка вот эта молодец. вот так чуть-чуть тут вот внизу убрать и вернуть наши ножки белила в чистом виде чуть-чуть сейчас дам чуть-чуть подсветить наши самые яркие цветочки темно-коричневым потемнить наши деревца какие-то нарисовать может быть веточки еще белые в чистом виде подсветить серединку вот этого фона светло-голубого вертикальными движениями тоненькой кисточкой темным цветом какие-то перышки нарисовать детальки далее средней кисточкой еще цветочки где-то нарисовать розовым оттеночком белила и щечки подредактировать вот щечки потом белила плюс голубой тоненькой кисточкой хохолочек наверху подсветить головку перышки крылышки сверху где-то такие детализацию сделать тоненькой кисточкой подтемнить темно-коричневым каким-нибудь пузиком внизу щечки подсветить белой красочкой и снова пройтись так немного по крылышкам где-то бело-желтым подсветить пузиком наверху у каждой птички набрыскать с разбавителем или с водичкой бело-роза краской щетиной набрыскать на цветочки и белоколупым цветом выше голубого поставить точечки в темные глазки подсветить клювик сверху этим же цветом далее подписываем и наша красивая картина готова приятного вам рисования